Все это надумано. Единственное, за что его признали террористом, это за то, что мой сын любит справедливость, честность. Даже ожидая от всех остальных, что нужно честно, справедливо, не совершал такого. Ничего, никого не ограбил, никого не убил, никому ничего не навредил. Но так получилось, что мой сын был не согласен с выборами. Он все это видели, все это видели. Поэтому он показывал правду, создавал ролики. Ну, не создавал, наверное, озвучивал. Я даже точно не знаю, сын никогда не делился, но я знаю, что он это мог. Он мог показывать то, что было. Они задержали мою дочь вместе с сыном. В тот момент, когда сын болел короной, у нее была высокая температура. На тот момент нас не было дома. Был дома сын с температурой. Находилась моя дочь, сестра Дениса. Она несовершеннолетняя. На тот момент была, к нам ворвались в 7 утра. Влетели в комнату к дочери, оскорбляли. Такими словами дочь получила стресс, конечно. Они ворвались с сыном, и его сбивали. Потом у него выбросили в водных плавках с температурой высокой. Он стоял в водных плавочках на холодном бетонном пазу на балконе. Когда они привели соседа, он был свидетелем. Он уговаривал их, чтобы они дали ему одеться. Он говорил, что моего сына так трясло. Но они его не послушались. Они забрали мою дочь, забрали моего сына. Когда я утром рано начала писать и спрашивать, интересоваться у сына, как его самочувствие, как температура. Я видела, что мой сын находился в интернете. Но мой сын не отвечал. Я начала опять писать и звонить сыну. И мне пришло смс. Мама, я не могу. Смс было написано. Мама, я не могу говорить. Я задыхаюсь. И для меня это был еще больше стресс. Я начала звонить соседей. Что кто-то вызвал скорую. Но сосед не ответил, что когда он шел на работу, он заметил черный бусик около нашего дома. И там были ряженые, как он сказал. Я сразу поняла, в чем дело. Когда мы вернулись в Минск, мы пришли домой, весь дом был разрушен, но все в доме, все разбито, рассыпано. Моих детей дома не было. Мы поехали в заводское РУД по месту прописки. Там никто ничего не знал. Нам не давали никаких сведений. Мы настаивали на том, что наша дочь несовершеннолетняя. Что вы не имеете права скрывать. Вы обязаны сообщить. В чем, и что, и как, и где мои дети. Они не знали. Они тоже связывались. Они пытались узнать. Они действительно пытались. Им никто не давал информации. Никто не знал про наших детей. Мы обзвонили все РУД Минска. Мы обзвонили центральную РУД Минску. Справочный какой-то дали телефон. Там тоже ничего не сказали. Мы звонили в ГУБОПИК. Нам тоже никто ничего не сказал. И вот получается с 7 утра до 10 вечера мы ничего не знали о своих детях. 22, наверное, 15 где-то мне позвонили с чужого телефона дочь. И сказала мама, все хорошо. Меня отпустили. Я не могла понять, почему держали мою дочь. Она... Ну, ее не допрашивали. Ничего. Вот просто держали. Но потом, когда через некоторое время я увидела вот это покаятельное видео, я поняла, для чего держали мою дочь. Мой сын никогда не позволил бы, чтобы моей дочери могла признаться в чем угодно. Чтобы только не тронулись с тренку. Он очень любит ее. Вот так они поступают. Вот так они из наших детей делают террористы. Вот это террористы, преступники. Вот так они над ними издеваются. Меня зовут Сальманович Денис Валентинович. 91-го года рождения. Сегодня задержан сотрудниками милиции из-за того, что состоял в деструктивных телеграм-каналах и сотрудничал с Буслы Летять. Также участвовал в акциях протеста в прошлом году. Телеграм не дает никакой анонимности. В саде я нам раскаиваюсь. Они находились на Володарской в последнее время. У них была подвальная камера 63-я. Это камера 25 квадратных метров. 24 человека. Там трехъярусные нары. Из них половина была политзаключенных. Мы находили как-то родственников, находили друг друга, связывали. Мы поддерживаем и до сих пор поддерживаем друг друга. Мы старались договариваться, как передавать передачки, чтобы как-то было поочередно. Я сейчас, моего сына, ему скоро суд. Не знаю, почему. Может, из-за того, что они нет доказательств, но они хотят осудить по всем этим статьям. Они увезли его в Брест. Сейчас мой сын уже неделю находится в Бресте. Если можно, я воспользуюсь моментом. Я сама не могу приехать. Но я бы очень хотела, чтобы наши белорусы поддержали сына. Чтобы он понимал, что он не один. Что про них помнит. Дочь поедет туда. Обязательно на суд. Но я не хочу, чтобы она была одна. Скорее всего, что суд будет закрытым. Но хотя бы первое заседание, я думаю, можно будет пройти. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok